Бег со львами Двух львят Теперь, когда они повзрослели У нее одна цель Отпустить их на волю и вернуть к жизни в природе Вместе с друзьями-бушменами Она идет через всю Намибию В поисках охотничьих угодий Для своих питомцев Не печалься Завтра я отведу тебя в одно хорошее место Где охотились мои предки Мне грустно Потому что мы никак не можем Подыскать львам подходящего места Где достаточно дичи И воды Чтобы они остались и сами охотились Поэтому завтра он отведет меня туда, где вырос Он знает, что там много воды и пищи Туда мы И направимся Эти равнины усеяны дихими стадами Некоторые из них Львам надо обойтись стороной Чтобы не быть растоптанными А другие преследовать Чтобы утолить голод Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На ферме львы привыкли, что их кормит морлис Они утратили всякую мотивацию и быстро устают Они очень медлят, прежде чем приступить к охоте Что ставит под угрозу все планы по возвращению их в природу Они привыкли к беззаботной жизни Но даже когда они не охотятся Они учатся идти по следу и запахам И это тоже хороший опыт Ты рассказал ребятам про охоту? Когда львы подкачали? Дети, вы знаете, что там с нами случилось? Вы слушаете? В общем, мы пришли с двумя нашими львами на равнину Где было полно добычи Долго мы шли Надеялись, что львы начнут охотиться Мы не хотели использовать стрелы И вот львы побежали Но не для того, чтобы охотиться Они стали играть друг с другом Какая досада Экспедиция все время идет на запад Спустя неделю она достигает Спицкопья Священного места бушмена, в которой живут здесь уже 30 тысяч лет Кана тоже жил здесь в детстве Возможно, львы наконец обретут свой уголок рая Когда взбираетесь на скалы, будьте осторожны Там змеи И еще там полно бабуинов Может, львы поймают кого-нибудь Святые в пустыне Чудо У тебя выросли рога Он сейчас похож на панка Осторожно У тебя же стрелы отравленные Сунь ее обратно Продолжение следует... Там была банька. Он такой. Раздразненные обезьянами львы смелеют. Теперь лазанье для них не представляет никаких трудностей. Погоня утомила изголодавшихся львов. Приближаться к ним становится опасно. Надо быть на чеку. Когда они устают, то предупреждают нас. И мы знаем, что пока хватит. Могут оцарапать и укусить, они агрессивны. Кана нашел пещеру, где останавливался в детстве. Змея проползла вон туда. Следы змей. Он говорит, что если мы здесь заночуем, надо быть на страже. Эти доисторические пещеры служили кровом тысячи поколений бушманов. Это бушмены нарисовали? Очень древние бушмены. Это рассказ о человеке, который ранил жирафа, отравленный стрелой. Так это охота со стрелами? Он долго шел за животным, пока оно не умерло. Охотник вернулся сюда всего лишь с одной ногой жирафа. Она была выше него самого. А когда он пришел со всем племенем забрать тушу, львы уже все съели. Так мне рассказывал дед. У львов уже неделю ничего не было в желудке. Они чуют мясо кролика, подстреленного канной. Приходится отступиться от собой же установленного правила, предоставить львам самим добывать пропитание. Это самое близкое расстояние, на которое я могу подойти, когда они едят. Ведь они по-прежнему дикие животные. Хотя они и привыкли ко мне. Инстинктивно они могут напасть. Еда есть еда. Они друг к другу близко не подходят. Потому что это два самца за едой. Если они сблизятся, будет драка. Пора подумать и о собственном пропитании. Все делается, как в доисторические времена. Бушмены никогда не растеряются. Ведь прямо под ногами столько плодов и кореньев. Сегодня в дело пойдут тыквы. Мы все проголодались. Не могу дождаться, когда приготовится ужин. Нужно наточить наконечник. Если у тебя сильная рука, ты сможешь воткнуть его в ляжку бульвулу. Мясо там мягкое, и копье глубоко войдет в тело. Мясо там мягкое, и копье глубоко войдет в тело. Львы стали на страже у входа в пещеру. Так и засну, если подушка наконец успокоится. Субтитры делал DimaTorzok 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 К последней надежде. Он привез им немного комфорта и сюрприз. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы едва успели съесть леденцы. Экспедиция идет через пустыню Намиб в поисках оазиса. Рассказы о котором передаются бушменами из поколения в поколение и которые столетия назад нашли немецкие исследователи. Невзирая на внешнюю мертвенность, пустыня полна выслеживающих добычу хищников. Самая известная из них карликовая африканская гадюка, обитающая только в этом регионе. Она зарывается в песок и поджидает жертву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некогда эта пустыня славилась своими львами, но их не видели здесь уже 20 лет. Змея львов нисколечко не заинтересовала, поэтому Канн решил запечь ее на угольных на ужин. Он говорит, что знает, как это делать, и что даст нам всем по куску. Но мне что-то не хочется. Я пас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он говорит, что по вкусу она похожа на рыбу. Белое мясо. Нужно уметь беречься когтей и контактировать со львами. Если он дотронется до моей головы, то может меня поранить. Но когда он меня вот так опрокидывает, он просто играет. Но все равно не стоит лежать под ним. Так и до беды недалеко. Они слишком энергичные и слишком жестко играют. Львы свежи и бодры. Все трогаются в путь. Но экспедицию ждет испытание. Прежде чем достичь легендарного оазиса, где львы смогут в волю охотиться, придется карабкаться на дюны высотой порой в полторы сотни метров. Эти львы происходят из пустыни Калахари, что в тысяч километров отсюда. Поэтому пустыня у них в генах, и цвет шкуры в тон пескам. Но родились они на ферме Марлис. Чтобы пробудить инстинкты пустынных львов, потребуется время. Они не привыкли к дюнам. Они их боятся, потому что не уверены, будет ли песок держать их. Он разъезжается под лапами, и они глубоко проваливаются. Потому что они тяжелые. Для них бег по дюнам совершенно иная вещь, чем для нас. Ведь они весят около 300 килограммов, когда вырастут. А вот бушменам это нравится. Для них это незабываемое впечатление. Когда бежишь вниз, надо отклониться назад. Он выскочил у меня из-за спины. Я обогнал. Я обогнал ее и попытался схватить за руку. Но не смог остановиться, голова чуть не слетела. А когда взбираешься, надо наклоняться вперед. При восхождении ноги устают. Кажется, что ты уже наверху. Но это не так. Кажется, что ты уже наверху. С вершины самой высокой дюны виден Атлантический океан. Но, увы, не оазис. Он пересох. Во времена моих предков здесь повсюду была трава. Множество еды и воды. И какая угодно дичь. А потом ветром нагнало морской воды. Животные отошли дальше. Но море наступало. И они перепугались. Они погибли или убежали. Их кости занесло песком. Ветер поднимал песок. И засыпал их останки. Они не смогут здесь жить. Вся их еда пропала. Поэтому они пойдут в селение и станут пожирать собак. Или нападать на людей. В дюнах есть только дюны. Путешествие пошло им на пользу. Ведь они набрались опыта. Обрели уверенность. Это хорошо. Но главная проблема осталась. Они так и не научились охотиться. Но они многое усвоили. Пусть львы и не охотились. Они теперь могут распознавать запахи. Пусть львы и не охотились. В тот самый момент, когда все надежды вернуть львов в пустыню, рухнули. Они устремляются к морю. Удержать их невозможно. Они наконец почуяли край свободы, созданный для них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Открытие новых запахов. Водорослей, брызг, мокрого песка и ледяных вод Атлантики. Львы прошли всю Намибию от далеких окраин Калахари. Дальше дороги нет. Львы прошли всю Намибию от далеких окраин Калахари. Львы отнеслись к холодным волнам с недоверием, но для Кана и Беты океан – божественное откровение. Не понимаю, может, ты объяснишь, почему я весь дрожу? Меня трясло, а девушки без умолку надо мной смеялись. Волна подкатывает к тебе и порождает оглушительный звук. Только схлынет одна, у твоих ног уже другая. Никак не могу понять, почему эта вода такая живая и такая огромная. Не могу понять, как ветер надувает такие большие дюны. Не могу понять, как Бог всемогущий сотворил все таким прекрасным. Моя юность была наполнена множеством впечатлений. Хотелось бы, чтобы мои дети испытали то же самое. Но взрослого льва я к своему ребенку не подпущу, ведь это безумие. Он съест мое дитя, здесь нужна осторожность. Пусть ребенок вырастет лет до двух, и тогда я сведу его с ольвенком. Пусть вместе купаются, спят, едят и так далее. И они научатся жить вместе, ведь я научилась. Ты изучаешь привычки львов, понимаешь, что делать, а чего не делать. И они точно так же будут учиться друг у друга. Завтра Морлис со своими львами вернется на ферму. Вместо того, чтобы отвадить, поход еще больше привязал их к людям. Теперь они будут жить с мечтой, которой нет конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok